До переезда сюда я жила в Тюмени, работала в вечерней школе, вечерней школы номер два. Дочка у меня осталась в Тюмени, а сюда я переехала в прошлом году. Поучаствовала в программе, выиграла конкурс, программа «Земский учитель». Эта программа мне дала премию в миллион. Но при этом у меня, значит, какие привилегии? У меня есть рабочее место постоянно, мне предоставили жилье, у меня моя зарплата, в принципе, зарплата здесь неплохая. Поехала, я знала, что и как, на что я ее буду потратить. Вот я закрыла часть своих кредитов, которые у меня были. Когда я сюда переезжала, то есть я посмотрела, квартира была абсолютно пустая. То есть вот то, что здесь ремонт сделан, это осталось от предыдущих жителей. Я человек осторожный, я предвосхищаясь событиями, все заранее покупала на Авито. Здесь у местных людей, то есть я вот в небольшую обстановочку, ну вот это вот привезла из Тюмени. Газовую плиту я купила здесь. Здесь лебеди, здесь ходят косули, то есть они находятся в естественной среде обитания. И для меня это вообще, знаете, как для городского жителя, это экзотика. Я увидела в естественной среде журавлей. Лисы ходят здесь, косули, ежики, зайцы. То есть это вот как вот, ну, само собой разумеющееся. По поселку могут ходить, да. Ты из обычной среды обитания попала в другую. То есть ты из зоны комфорта вышла, все твое окружение осталось там, твоя квартира осталась там. Вот здесь, конечно, нужно было обрастать новыми связями. Ну и круг общения, конечно, он складывается из коллег по работе. Вот. Поэтому я не скажу, что я трудности. Я говорю, единственное, что я вот вышла из обычной среды обитания, первое время была тоска. Вот, ну, мы частенько приходим сюда погулять с подружками, посидеть, просто пообщаться. Это место такое, скажем так, центральное. В Казанском районе вечером здесь молодежь гуляет. Здесь люди такие, они к тебе подходят с большой осторожностью. То есть они тебя со всех сторон протестируют, посмотрят, да. То есть не на распашку душа. Очень осторожная. Ну, вот это я заметила, да. Вот, прежде чем тебя принять, они тебя протестируют. Я когда ехала сюда, я представляла, что будет одноэтажное деревянное здание с условиями на улице, что будет печное отопление, что коллеги мои будут, ну, а-ля бабушки в платочках, в очочках, с шалью на плечах. И когда я приезжаю в школу, вы сами видите, светлая, огромная школа, как городская, белый мраморный пол. Вот стоит директор современная, женщина выходит из современной машины. Коллеги стоят, прическа, не прическа, маникюр, не маникюр, каблуки, не каблуки. Вот это меня, конечно, шокировало. При всех плюсах, которые сейчас в нашей профессии есть, то есть и достойная зарплата, да, и это, но учительский труд, он очень тяжелый, поэтому молодые не идут, не с большим удовольствием, скажем так, идут. У меня каждый день по 6 уроков, потому что я один раз в неделю выезжаю. В принципе, нагрузка-то не сказать, что сильно большая, 27 часов, для учителя, стажиста, это нормальная, адекватная нагрузка. Педагоги очень сильно здесь. То есть состав, здесь дети сдают и ЕГЭ на 100 баллов, вот. Дети приучены к труду, то есть их не пугает труд. И когда говоришь, например, для городских школ, субботник, или еще что-то, ну, начинается там недовольство, скажем так. А здесь нет. Когда я приняла решение участвовать в этой программе, мама сказала, не переживай, я приеду, буду жить с тобой, чтобы… Но все равно, потому что одна есть одна, новое место, новое окружение, вот. Это, конечно, тяжело в любом случае адаптироваться, это очень тяжело, вот. А мама приехала, как-то все равно повеселей. Вот, мама у меня на хозяйстве. Она готовит, я стираю, убираю, а мама вот у меня пришла, у меня завтрак готов с утра, вечером я пришла, у меня ужин готов, то есть мама у меня на хозяйстве. Я нисколько не жалею, что я вот сюда попала, ну, нисколько. Я говорю, ну, есть какие-то вот небольшие, но это я считаю, что небольшие, это все можно преодолеть. Продолжение следует...